Всех привет, друзья! На связи Пентагон. Сегодня 11 ноября, суббота. Давайте же сразу перейдем к рынку, но перед этим поставьте лайк под этим видео и комментарий, чтобы попытать удачи выиграть немножечко деньжат именно под этим видео. Спасибо! В прошлый раз раздали 50 баксов. Надеюсь, все эти баксы дошли и вы стали немножечко богаче. А теперь перейдем к субботнему рынку. Во-первых, сразу начнем с того, что сипка закрылась в пятницу у нас припампом. Причем хорошо очень закрыли. Ее есть некие дивергенции, но при этом при всем мы уже обновили предыдущую вот эту вот проторговку на отметках 4.400 и 4.420. И вот, собственно говоря, конечно же, сформировали определенную дивергенцию, как я описал, но при этом закрепили и закрыли ее очень хорошо на отметке 4.411, что, в принципе, позволяет нам в течение этих выходных дней полагать о том, что мы, может, выйдем с вами когда-то высоко, хотя бы там в районе 38 тысяч. Это будет мой план. Он вчерашний. Я перезашел, вот зашел здесь небольшой лонг. 36, собственно говоря, 900. У меня позиция есть. 36 900 как раз и есть позиция. Есть еще остатки репла. О, кстати, неплохо подскочил лайток. Надо бы подфиксить. И, естественно, остатки эфира также держу. Рипл сегодня фиксировал, собственно, вот на отметке 0.6825 фиксировал реплуху. Ну и вот здесь вот немножечко подфиксил минус эфир, но перезашел. У меня средняя по эфиру сейчас 20.50. Небольшой стоп без убыток сработал. И сейчас я позу продолжаю держать. Естественно, здесь мы сформировали некую бычью дивергенцию на вот здесь вот на проторговке. И вот как раз-таки эту бычью дивергенцию мы сейчас отрабатываем. Естественно, задача, конечно же, увидеть вот такую вот чашку и ручку. И в дальнейшем пробиться выше отметки 38.000. Также в пользу этой чашки с ручкой говорит о том, чтобы мы сходили на ретест вот здесь вот отметки 0.5. Нырнули, я бы даже сказал, в эту зону. И сейчас есть вероятность того, что мы сможем закрепиться. Естественно, эфир не выглядит так хорошо, но по эфиру есть вот здесь вот сопротивление. Собственно говоря, при котором мы сформируем некий параллельный канал. И благодаря этому параллельному каналу я ожидаю там обратный возврат к цене 2.120. И если мы говорим это все как канал, то возможно эфир еще будет догонять и даже обгонять биток. Это отметки 2.200. Плюс именно здесь будет интересно вообще следующий какой-то фикс по рынку получить. ИС, конечно же, пока судьба благоволит рассказывать про ФТТ, буду говорить. У нас есть некий, появился некий канал, вот здесь вот восходящий канал. Естественно, отмена сценария, при которой я бы вам рекомендовал фиксировать свои ФТТшки, это уход 3.6. То есть, если мы вот так вот уйдем в сторону 3.6 и в дальнейшем там от ретеста спустимся вниз, то в таком случае, конечно, можете закрывать весь свой вот этот вот инвест. Я пока его буду держать. Я здесь вижу такое же формирование некого там треугольника. Этот треугольник мы, собственно говоря, там пробиваем и ретестим. И в дальнейшем, возможно, цену отправят еще выше. Еще выше. Также неплохой... Что это было? Короче, когда открыл Доги Коин, появилась собака. Вот, собственно говоря, пасхалочка такая. Доги. Я рекомендую, наверное, все-таки к покупке, возможно. Мы видим такое же там вот это вот сильно жирное накопление. И есть вероятность того, что Доги могут отскочить и, в принципе, тоже там увидеть какие-то... Какой-то экспоненциальный рост в 150-200%. Естественно, отмена сценария очень глубоко. Если там вплоть до 30% стопы. Поэтому на малюсенькую какую-то часть можете подобрать, сдиверсифицировавшись. Меня немножко пугает Нео, конечно же. Но пока находится, я сказал, выше 12 баксов. Я его продавать не собираюсь. Мы, собственно говоря, пока выше 12 находимся. Естественно, был нырок, ретест. И пока цена находится у верхней границы. Теперь давайте подытожим биток. Если цена по битку у нас возвращается на отметке 37 400, то в таком случае цену ждут 38 539 тысяч к понедельнику. Если, условно говоря, цену отправляют под 36 800, и вот это для меня аварийная вот эта вот точка 36 800, мой биток срабатывает без убыток. Но я там буду ставить стоп 36 600. Поэтому вот под уровнем 36 600 для меня бездна, из которой лучше всего выйти. Поэтому хороших ходных. Постараюсь завтра также успеть выложить видео. Два дня буду не у компьютера, но сделаю какой-нибудь в любом случае introduction и запишу для вас быстрый обзорчик. Поэтому берегите свои депозиты, целую ваши мозги и на связи будут на таком. Пока-пока.